Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Поругалась с мужчиной, он назвал мельгантильный и сказал, что нужно расстаться. Не знаю, что делать. Мы встречаемся 9 лет, из них 4 года жили вместе, 5 оставшихся, я живу на 2 города. Живем и работаем в разных городах. Он достаточно обеспеченный человек, в деньгах не нуждается. Я работаю, самая себя обеспечиваю, выплачиваю в ботеку. На Новый год я прилетела к нему, чтобы вместе встретить Новый год. Встречали, я подарил им несколько хороших подарков, но в ответ ничего не получил. Обычно он всегда дарил подарок баране, но в этот раз ничего не подарил и промолчал. Меня это очень настроило, тем более мое расстройство подогревало рассказы и фото подруг о подарках их мужей и парней. Я не скрывала, что очень хотел на Новый год телефон, так как мы ему еще 4 года и я его не так давно разбила. Спустя 5 дней перед моим отъездом он сказал, что не смог ничего подарить, так как он перед Новым годом вложил все деньги в закупку товара. А как его продадут, он подарит мне 20 тысяч, чтобы я добавил их к накопленным на шубу. Я улетела работать, каждый день мы созванивались, но общение стало прохладным. Тут меня отправили на удаленку и я обрадовалась, что мы сможем больше времени провести вместе. Позвонила, чтобы посоветоваться, на какое число покупать билет, но он в ответ сказал, зачем тебе прилетать. На вопрос что случился, он обозвал меня меркантильный и сказал, что не надо нам больше общаться. Мне больно и обидно, что человек, которым мы давно вместе, так просто готов расстаться. Ну, если вот совсем говорить просто, то вы не умеете говорить о внимании к себе. Если я правильно вас понял, то речь ведь не о подарке, а о внимании к себе. И речь о том, что вы в отношениях с ним, с человеком, судя по вашему описанию, чувствуете себя несколько одиноко. Мне так показалось. Такая мысль закралась мне в голову, когда вы написали, что полетели к нему, значит, встречать Новый год. Конечно, я могу здесь быть неправ. Я могу ошибаться, конечно же. Но, на мой взгляд, уже здесь вы чувствовали себя одиноко. Я, конечно, могу только предполагать, я могу только предполагать, насколько вам, вот, ну, что называется, комфортно так делать. То есть, насколько вам комфортно находиться в такой, вот, ну, позиции по отношению к мужчине. Мужчине, вот, но, на мой взгляд, наверное, не очень. Раз вы так расстраиваетесь. Вот, то есть, на мой взгляд, вы не умеете просто, как бы, ну, делать запросы, делать запросы о внимании к себе. То есть, вот, не умеете говорить о том, что вы хотите внимания. Хотя, ничего сложного в этом нет, и, в принципе, сделать это не так, скажем так, проблематично, да. То есть, ну, не так сложно это сделать. На мой, на мой, по крайней мере, взгляд. Ну, вам это, действительно, флотно. И получается, что пытаетесь вы, как будто бы, заменять, вот, заменять. То есть, это, ну, в общем-то, подарки, вот. То есть, подарки, это внимание. А так оно, в принципе, ну, всегда, пожалуй, было. Вот, ну, а человек, в данном случае, оказался, пожалуй, в СПО, слишком, вот, как-то, ну, буквально, понимающий вас, да. А, и, ну, буквально, понимающий, то, что, ну, условно говоря, вы хотите. Вот, плюс ко всему, конечно, многие мужчины, многие мужчины, они, к сожалению, воспринимают, вот, такой аспект, как, вот, ну, то, что вы описываете. А, действительно, как использование себя, вот, то есть, ну, может быть, мужчина сам испытывал, вот, какой-то негатив по этому поводу, может быть, мужчина сам как-то, вот, ну, испытывал, вот, какую-то, ну, неприятную, так скажем, ну, неприятную ему было из-за того, что он вам подарок, вот, не подарил. Вот, ну, в общем и целом, в общем и целом, как говорится, что есть, то есть. Вот, то есть мы имеем то, что имеем, и вряд ли можем как-то, вот, на, на это, ну, повлиять, да? Да и вопрос, ну, вопрос, как мне, как мне кажется, а должны ли мы, вот, ну, ну, должны ли мы на это, на это, должны ли мы на это влиять вообще, понимаете? То есть это вот такой, мне кажется, важный достаточно аспект, вот. Конечно, 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 вам неприятно, это, ну, это, безусловно, вот, то, что вам неприятно и то, что вам больно от этого, ну, вот. Ну, я бы, конечно, вот, в этом смысле, как-то, больше, наверное, больше внимания здесь уделял бы тому, чтобы, ну, учиться, говорить о том, чего вам хочется, потому что, как мне кажется, основная проблема именно в этом неумение, ну, ваше, ваше неумение говорить о том, что вам нужно, то есть о своих потребностях, неумение говорить о своих чувствах, вот. И как следствие, вы получаете риск того, что человек не понимает вас вот так, как вам нужно. Вот, понимаете, да? То есть, как бы, вот, ничего хорошего в этом, к сожалению, нет для вас. Вот. А сейчас я бы предложил бы дать мужчине немножко времени, то есть, ну, вот, не делать каких-то таких, ну, поспешных выводов. Но, чтобы вам было легче, я, конечно, предложил бы вам ваши чувства, ну, прожить, ну, сейчас вот, да? То есть, я предложил бы вам немножечко попроживать ваши эмоции сейчас, чтобы вам было не так тяжело, чтобы вам было не так трудно, чтобы вам было не так трудно, ну, вот, в этой ситуации сейчас находиться и проживать ее. Потому что, ну, чувства, понятное дело, могут довольно сильно отправлять, вот, и вы можете отправиться, вот, ну, своими чувствами, которые у вас есть сейчас. Так что, я бы сказал, я бы начал с этого, вот, а дальше уже можно было бы что-то решить, то есть, дальше уже можно было бы, ну, что-то посмотреть, придумать, увидеть и так далее, вот. То есть, вот, ну, я все равно, так или иначе, начал бы с того, чтобы дать человеку время, вот. Потому что, странно, есть у меня такое ощущение, что, ну, кризис определенный, основник. Вот. С другой стороны, конечно, да, может быть, может быть такая ситуация, что мужчина, по-моему, хотел с вами расстаться, это нельзя. Ну, нельзя это спрашивать со счетов, конечно же. Вот. Ну, честно, честно говоря, я думаю, что все нормализуется. Вот, и еще один важный момент, на который вы, на мой взгляд, очень скользко, очень скользко обратили свое внимание. Это момент, где вы пишете, что, вот, что я с ним поругалась, вот, вы пишете, да, что я с ним поругалась, вот. Я это несколько, несколько не понял, то есть, вот вы говорите, что вы с ним поругались, да, но при этом сами пишете, что человек вас обозвал. Ну, 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 меркантильный, да. И вот у меня, у меня в этом контексте вопрос, а вы-то как поругалась с ним, вот. То есть, ну как, конкретно вы, как поругалась? Это вот то, на что хотелось бы обратить вам сейчас ваше внимание с точки зрения психологии, да, и вот с точки зрения психотерапии. Вот так, пожалуй, я бы вам ответил сейчас. Значит, на этом всё. На этом всё. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Надеюсь, что вам это было как минимум полезно, а как максимум надеюсь, что вы для себя какие-то выводы сделаете, чтобы в будущем таких ошибок не совершат. И, может быть, я бы ещё порекомендовал вам, возможно, ну, несколько, несколько качественнее о себе заботиться. Вот. То есть мне показалось, что не слишком, не слишком хорошо вы о себе заботитесь. Вот. Ну, опять же, повторюсь, это в данном случае только моё видение. То есть я могу здесь ошибаться, я могу быть неправ. Здесь. То есть тут вам нужно, конечно, в этом смысле больше опираться именно на себя. Вот. Ну, всё же, удачи вам таким образом. Удачи вам всего самого доброго. Я думаю, что вы молодец, ну, большая молодец, что подняли эту тему, что заговорили о своих чувствах, о своих эмоциях. Это только первый шаг к, ну, к работе над собой. Вот. Пожалуйста, не останавливайтесь. Вот. Пожалуйста, продолжайте. И следующим шагом, я очень надеюсь, станет выбор психолога, вам, ну, вам, для психотерапии. Вот. А сейчас я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу и позволит вам сдвинуться с ноткой точки. Всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...